Суд вынесет первый приговор по делу обезбиения в колонии Ярославля. Суд вынесет первый приговор по делу обезбиения в колонии Ярославля. 5.43.15 января 2020 года РИА Новости, Екатерина Абрамова. Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК-1 в Ярославле Сергея Ефремова. РИА Новости, Екатерина Абрамова. Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК-1 в Ярославле Сергея Ефремова. Архивное фото. Ярославль, 15 января Новости. Заволжский районный суд и Ярославля в среду вынесет приговор бывшему заместителю начальника оперативного отдела колонии номер 1 Ярославля Сергею Ефремову по резонансному уголовному делу обезбиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками колонии. Ранее сообщалось, что Ефремов, который обвинялся по пункту А части 3 статьи 286, превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстал перед судом. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. 2.24. Дело обезбиениях в колонии в Ярославле. Ефремов предстал перед судом во вторник. Потерпевший Макаров в судебном заседании не участвовал. Как пояснила его адвокат Ирина Бирюкова, ему было бы тяжело там находиться. На заседании отмечалось, что по закону подсудимого, заключившего досудебное соглашение, нельзя лишить свободы на срок, больше максимального, предусмотренного Уголовным кодексом за данное преступление. Прокурор попросил для Ефремова 5 лет колонии общего режима и лишения звания капитана внутренней службы. Ефремов заявил о своем раскаянии и готовности извиниться перед потерпевшим. Он попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, либо приговорить к тому сроку, который он уже отбыл под стражей и под домашним арестом. Того же попросил и его адвокат. Судья Заволжского районного суда Мария Селезнева назначила оглашение приговора на 10.00 МСК среды. Исправительная колония номер 1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как новая газета опубликовала представленное фондом общественный вердикт видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело. Овсин начала проверяют по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии номер 1, на нем сотрудники Овсин избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек. 10 апреля 2019 года, 16-19 омбудсмен оценил атмосферу в ярославских колониях после скандала с пытками.